сегодняшний наш урок посвящен такой теме как 7 небес то есть во многих аятах урана то есть говорится что всевышний сотворил небеса 7 как бы 7 небес 7 уровней небес и так эта тема повествует осуда слове саба то есть в аятах то есть 7 что и какое значение имеет у друг то что небеса состоят из девяти уровней это одна из выдумок древней философии эти их рождающие небылицы мысли охватили большую часть человечества даже некоторые толкователи курана склоняли внешний смысл некоторых аятов в их точке зрения то есть прежние времена такая чуть неправильная точка зрения была со стороны философов преподнесена современная же наука считает что в пустоте называемой космосом находится лишь звезды и планеты в подвешенном состоянии из их суждения выходит отрицание небес то есть современные как будто бы не принимают уровней небес и обе эти мудрости первая дошла до преувеличения а другая осталась недостаточности то есть крайнести в поле что одни еще другие шариат же повелевать что всевышний создал небеса состоящими из семи небес и звезды подобно рыбам плавают в этом океане небес хадис же говорит что небеса состоят из но уже макфу то есть небеса это океан волны которого не двигаются то есть это некий океан небеса космос но волны его застывшие как бы да не двигается посредством шести предисловий мы исследуем этот правильный и верный принцип то есть то что действительно их 7 этих уровней небес первое с точки зрения науки и мудрости несомненно то что это обширная пустота космона заполнена эфиром то есть на самом деле это не полная пустота как говорят драчном пытались объяснить вакуум но это какая-то тончайшая материя все-таки есть в этом космосе второе существует материя заполнившая космос связывающие законы взаимодействия и возвышенных небесных тел и передающая свет тепло и подобные им вещи третье у материи эфир вновь оставаясь эфиром имеется различные формирования подобно таким формированием как пар вода и лед то есть как например вода бывает трех состояниях также эфир в разных состояниях бывает остановка видимо 7 этих состояний различных это что допустим доказательства существования этого эфира то что вот именно проводятся различные волны протяжения свет электричество именно то что проводит их в космосе это и есть материя эфира четвертое при обращении внимания на возвышенные небесные тела видно разница в их уровнях до уровень эфира называемый млечный путь состоящий из миллиардов вновь образовывающихся звезд отличается от уровня постоянных звезд то есть относительно нас которые мы видим относительно постоянными а он в свою очередь отличается от уровня солнечной системы и так далее есть 7 различных уровней пятое в результате исследований стало несомменным то что когда в какой-либо материи происходит формирование и упорядочивание в ней появляются различные уровни из одной материи происходит зола уголь и алмаз то есть когда происходит на какие-то процессы из огня появляется пламя и дым при соединении кислорода и водорода образуется вода лед и пар то есть когда какие-то преобразования соединения процесса происходит то есть разные уровни отделяются шестое из этих многочисленных признаков стало понятно что небеса многочисленные и различны то есть через наблюдение исследования видно что они различны разные там законы разные какие-то моменты имеется ввиду вместе с этим и поскольку то есть они многочисленные это понятно что это не так как же современная философия думает что все одинаково не раза различные и что говорится поскольку хозяин шариата га сказал что их 7 значит их 7 если они многочислено сколько тогда кто может сказать тот кто создал может сказать создатель знает свое творение и всевышний он говорит хуране что 7 значит 7 вместе с этим такие числа как 7 7 70 700 используется в арабском языке для выражения множество поэтому в этих семи еще очень много уровне может быть все они нам эти семь как-то более отличаются друг от друга но в этих семи опять же очень много различных уровней может иметься друг обращаю внимание на весьма обширное обращение смысла указания славного курана вызывает чрезвычайное удивление и изумление его снисхождение в соответствии с мыслями большинства и понимание всех уровней людей от самого простого до самого просвещенного и возвышенного то есть когда например какой-то аят не спасался всевышний аллах говорил это не только тем людям того времени которые тогда на их понимание на их понимание тоже допустим основной да как в первую очередь простом таком доступном на их понимание виде было использовано но с учетом всех последующих веков до самого конца света то есть всевышний аллах когда говорит учитывает всех людей всех веков как будто куранец посылается каждый век таком виде например выражение сэма сэма ват всем небес некоторые люди понимают уровне атмосферы земли тоже как будто один смыслов некоторые думают что речь идет об обладающих атмосферой живых планетах являющихся друзьями земли то есть такая вероятность что есть еще другие планеты где подобные условия жизни как на земле некоторые воспринимают это как видимые большинство людей 7 планет которые видят но своим глазом некоторые принимают 7 уровней эфира внутри солнечной системы некоторые понимают как наличие еще шести солнечных систем помимо нашей некоторые же считают что имеется ввиду 7 уровней формирования эфира другая же часть считает все видимые небеса украшены солнцем и звездами одним небом и что помимо них еще есть 6 более возвышенных небес то есть все что мы наблюдаем это первое небо а дальше уже более возвышенные небеса еще одна часть людей считает что небеса не относится лишь к этому видимому миру а есть еще небеса обращенные к вечным и скрытым миром то есть небеса рая небеса вечных миров небеса скрытых миров очень много уровней вывод каждая группа людей взяла свою долю зависимости от своих способностей от светлых наставлений курана да мы можем сказать что достославный куран охватывает все эти уровни понимания то есть именно что все эти уровни содержатся аятах урана даже со всеми людьми общается не только с одной какой-то группой людей субхана к ла айма лана и ла ма аль ламтана и на кантин алимуль хаким На prialiaх урана enlightened а н он он Introduкли Т